Вот гляньте на эту толпу. Казалось бы, масса абсолютно разных людей, как в плане личности, так и в плане финансового успеха. Но удивительно то, что по статистике у каждого четвертого человека в мире айфон. Смотрите, новый айфон стоит от 1000 долларов. Для того, чтобы на новенький 15 про заработать в Швейцарии, нужно всего 4 дня. Кажется нереалистично. В США около 5 дней, а в Австралии около 6. Но а где же в этих топах Дубай, например? И сколько там нужно работать, чтобы заработать на новый айфон? Неужели большие зарплаты это миф? На канале Last Words ты узнаешь, сколько можно заработать в Дубае. Сколько стоит жизнь в Объединенных Арабских Эмиратах, каких людей ему удалось там встретить, как там устроиться на работу без опыта и образования, а также много интересного вы встретите на его канале. Так что после просмотра этого видео подпишитесь на канал Last Words и не забудьте заглянуть на его твич. Давайте опять вернемся к толпе. Вот эта часть людей владеет айфоном, а может быть еще и какими-то другими гаджетами от Apple. Но знаете, что удивительно? То, что 25% это меньшинство, остальные владеют Android, а точнее 3,5 миллиарда людей. Но тогда почему об Apple знает весь мир? Как так получается, что самая дорогая компания в мире далеко не для всех, не у всех, но почему-то большинство мечтают о ней? В этом видео ты узнаешь, как Apple захватила мир, как еще в начале своей истории эта компания могла так и не выйти в свет, почему всеми известного Стива Джобса выгоняли из компании, почему Apple это образ жизни, как им это удалось, сколько они зарабатывают и почему мы их рабы, как потерять 300 миллиардов долларов, а также ты узнаешь много новых интересных и неожиданных фактов об Apple, о которых ты точно не знал. Так что смотри внимательно. Сегодня ты узнаешь 101 интересный факт об Apple и о Стиве Джобсе, но начнем мы по порядку. Начнем с того, что 24 февраля 1955 года рождается Абдул Латиф Джандали. Да, вот такой вот неожиданный поворот начинаем необычно. Он родился в семье, которая даже не была зарегистрирована в браке. Отец был уроженцем Сирии, Абдул Фитаха, а мать Джан Шибля из католической семьи немецких иммигрантов. Джоан училась в магистратуре Висконсинского университета, а Джан Дели там же работал ассистентом преподавателя. Поскольку родственники Джоан возражали против их отношений, а находившийся при смерти отец и вовсе пригрозил лишить ее наследства. Блять, как хорошо, что это сон, ты чёрт, сейчас дали с меня хуй заебись, почему ты? Да ты чё? Ей пришлось уехать рожать к частному врачу в Сан-Франциско и затем отдать ребенка на усыновление. Мальчик был усыновлен Полом Джобсом и американкой армянского происхождения Кларой Джобс или Кларой Агапян. Они-то и дали мальчику в будущем всеми известное имя Стивен. Отец был военным, а также талантливым автомехаником. Он внес немалый вклад в понимание элегантности дизайна у Стивена. Джобс всегда считал Пола и Клару отцом и мальчиком. Он очень раздражался, если кто-то называл их приемными родителями. Они мои настоящие родители на 100%, говорил он. Поступив в школу, Стиву пипец как не понравилось. И первые годы его характеризовали как проказника. В первое время он плохо учился и не проявлял никакого лишнего интереса к учебе. Но, как и в любой истории, есть хорошая миссис Хилл, которая разглядела талант в мальчике. Благодаря ее усилиям Стивен начался учиться более чем хорошо, да так хорошо, что сдав экзамены в четвертом классе, он собрал настолько хорошие результаты, что сам директор предложил перевести его сразу в седьмой класс. В результате, по решению родителей, Стив был зачислен в шестой класс, то есть в среднюю школу. Сама средняя школа находилась в более криминальном районе, нежели там, где он учился до этого. И на улице, и в самой школе хулиганы не давали Джобсу прохода. Через год Стив поставил ультиматум перед родителями о переводе в другую школу. Семье пришлось на последнее сбережение купить дом в более приличном районе в Южном Лос-Альтосе. Уже в старших классах Стивен скоррешился с хиппи и начал так нормально прилегать на курение травки и употребление ЛСД, из-за чего долгий период времени он конфликтовал с отцом. Стивен, к счастью, ушел с плохой компании и подружился с Биллом Фернандесом, который в будущем станет первым сотрудником Apple. Это насос, это навоз, это знак сос, а это воз. Человек, который в компьютерах знался лучше, наверное, чем сам компьютер. Полное его имя Стив Возняк. Стивена Джобса и Стива Возняка познакомил недавно упомянутый Билл. Возняк был на 5 лет старше Стивена, но разница в возрасте не помешала им стать лучшими друзьями. Летом 1972 года, после окончания школы, Стив Джобс ушел из родительского дома в гуманитарный Рид Колледж в Портленде, штат Орегон. Так уж получилось, что этот колледж был одним из самых дорогостоящих в Америке. И практически все свои сбережения, которые родители Стивена собирали всю свою жизнь, они отдали за образование сына. Впрочем, о его учебе немного что можно рассказать. Через полгода он бросил колледж, так как программа ему попросту не нравилась. Единственное, что он посещал, это творческие занятия, которые ему очень даже заходили. Но выделил я целую главу о колледже не для этого. В его колледже, который очень так славился хиппи, Стивен познакомился, по его словам, с прирожденным лидером Робертом Фридландом. Роберт управлял яблочной фермой, на которой они с Джобсом проводили немало времени. Как-то Джобс даже обманул Возняка на деньги, заставив его усердно работать 4 дня над проектом, который был предоставлен ему на работе. Но так как Джобс не шарил, он отдал задание Возняку. За отлично проделанную работу Стивен получил премию в 5000 долларов, а Возняку отдал лишь 350, сказав, что сам получил всего 700. Сделал он это для того, чтобы уехать к Роберту на сбор урожая на яблочной ферме. Как раз таки всеми нам известное название Apple, что в переводе яблоко и логотип были вдохновлены воспоминаниями Стивена о яблочной ферме. Ну раз уже заговорили о самой компании, давайте я вам расскажу о ее истоках. Основное начало истории началось еще до основания самой компании. Роковой датой послужило 5 марта 1975 года. Состоялось первое собрание группы энтузиастов, называющих себя клубом самодельных компьютеров. Члены клуба собрались в Мэндлопарке, в гараже Гордона Френча, безработного инженера. Все они были инженерами и фанатами компьютерной техники. Объединяло их желание изменить бытущее представление о компьютерах, как об очень дорогих и громадских устройствах, требующих в использовании специальных навыков. Внедрение новых технологий в жизнь простых людей предполагалось через пропаганду самостоятельного проектирования и кустарного изготовления компьютеров. На встрече присутствовал также Стив Возняк. Он с большим рвением взялся за проектирование машины, позднее получившей известность как Apple I. Клуб стал для Возняка вторым домом, тем более что идеи, звучавшие на собраниях, становились все более дерзкими и грандиозными. Речь шла уже о целой компьютерной революции в интересах всего человечества. Джобс также посещал эти собрания, но не так активно, как Воз. Для большего понимания, давайте поговорим о компьютерах того времени и почему же все-таки Apple I стал компьютерной революцией. Ну вот, например, так выглядел компьютер тех годов. Огромный, громадский, страшный и далеко не для всех обычных людей. И тут вы подумаете, что Apple как боженька выпустила персональный компьютер и благодаря Джобсу и Возняку мы смогли бы посидеть в интернете. Ну, не до конца так. Помимо громадных вычислительных машин, на рынке уже был персональный компьютер, такой как Altair 8800, в котором стоял инновационный процессор Intel, который позже окажется и в Apple I, а также ПО самого Microsoft под управлением Билла Гейтса. Так, что же помогло Apple выделиться среди всех инноваций? Хоть изначально Джобс и Возняк планировали продавать только печатные платы участникам клуба, после презентации Apple I, во время которого Возняк показал невероятные ораторские навыки, владелец недавно открывшегося компьютерного клуба Пол Террилл захотел купить сразу 50 готовых компьютеров по 500 долларов за каждый. Вообще, банально, для того, чтобы поначалу хотя бы открыть компанию и начать продавать эти платы, Джобсу пришлось продать вот такой вот прекрасненький Volkswagen T1. Он пересел на велосипед, а Возняк продал свой любимый программируемый калькулятор HP 65. То есть, как вы понимаете, с деньгами у них было туго, но к этому вопросу мы сейчас еще вернемся. А сейчас такой вопросик. Вы вообще когда-нибудь думали, почему именно Apple? А по приколу. Короче, как я уже и упоминал, в те годы слово компьютер ассоциировалось с чем-то дорогущим, огромным, тяжелым в освоении и даже немного страшным. А Джобс, кстати, ярый любитель кислоты, решил, что название Apple Computer будет смягчать первое впечатление, ведь яблоки не ассоциируются у нас с чем-то страшным. Первым логотипом Apple был Ньютон, сидящий под яблоней. Его создал Рональд Вейн, который славится не этим, а тем, что в апреле 1976 года продал 10% акций компании Apple за 800 долларов. Сейчас, чтобы вы понимали, это 280 миллиардов долларов. Да, жаль добряка. Кстати, Джобс говорит, что его балование ЛСД это третье, а может даже и второе самое важное происшествие в его жизни. Наркоман, блять. Но это мы что-то отвлеклись. Короче, когда поступил моментальный заказ на 50 персональных компьютеров, Джобс и Возник немножко переохренели, так как для их производства нужно было аж целых 15 тысяч долларов. Но Джобс не растерялся и тут даже нашел выход. 5 тысяч он сразу занял у друзей, а детали получил в кредит на 30 дней. И тут закипела работа. Джобс привлек всех, кого только можно. Друга с колледжа, беременную подругу, бывшую друга. Короче, всех, кого только можно. Во время этой совместной работы Джобс впервые проявил себя как довольно жесткий авторитарный руководитель. Исключение он делал только для Воза, на которого ни разу не повысил голос за все время их дружбы и сотрудничества. Джобс в целом в будущем будет славиться своим жестким и иногда даже агрессивным обращением к сотрудникам. Через месяц заказ был готов. 50 компьютеров компаньоны поставили Терилу и рассчитались по кредиту за комплектующие. К Apple I не прилагалась ни клавиатура, ни мониторы, ни блоки питания, даже корпусов не было. Только полностью укомплектованные системные платы. Несмотря на это, Apple I многими признается как первый в истории компьютер, поставлявшийся производителем в готовом виде. Ведь другие компьютеры того времени, включая Altair, попадали на рынок в виде наборов, которые предстояло собрать розничному продавцу или конечному покупателю. За эти инновации я и говорил. В то время как небольшой остаток конкурентов продавали свои компьютеры как Lego, где все нужно было собрать самостоятельно, Apple уже продавали готовые компьютеры с мышкой, клавиатурой и мониторами в комплекте. Также прибавилась возможность работы со звуком, цветом, подключать какие-либо иные контроллеры. И вот все это, о чем я только что говорил, объединил в себе Apple II. Вот он-то уже стрельнул просто на ура. За 16 лет своей активной продажи было куплено более 6 миллионов экземпляров Apple II. Он пользовался просто феноменальным успехом во всем мире. В целом его называют одним из самых успешных и прибыльных проектов в индустрии. На потоке успеха было принято незамедлительное решение о создании Apple III. В 1980 году начался выпуск компьютера Apple III. Однако в нем оказалось очень много недоработок. И его производство вскоре пришлось приостановить. А в 1984 году и в целом прекратить. Конечно же компания развивалась. В компании Apple прибавилось очень много новых крутых специалистов. Но одной из таких характерных чертой Джобса было то, что он везде хочет быть первым. Он даже когда устроил истерику из-за того, что ему дали бэджик с номером 2, а не номером 1, который был у Возняка. Да и если быть объективным, успех на него взвалился, когда ему было 22-25 лет. Он был далеко не созрел им морально. Он был чересчур раздражителен, агрессивен. Он мог в любую секунду сорваться на кого угодно. И его проекты, такие как Apple Lisa и Macintosh, хоть и давали результаты, но не такие, каких бы хотелось. В 1983 году возник вопрос, а кто же будет президентом Apple? Тогда уже многомиллионная компания была у всех на слуху. Славилась хорошей продукцией, гениальными маркетинговыми ходами. И поэтому за креслом президента должен был сидеть не гениальный программист или маркетолог, а сильный духом, устойчивый человек, который сможет сплотить коллектив. И само собой, это было далеко не о Джобсе. В Apple такого человека не нашлось и пришлось искать кого-то на стороне. Идеальной кандидатурой выступил Джон Скалли, сверхуспешный маркетолог, президент подразделения Pepsi Cola. Четыре месяца Джобс уговаривал Скалли стать президентом Apple. Их общение, как упоминалось, было похоже на роман. Они созванивались по 10 раз на день. Как Джобс, так и Скалли были откровенны друг перед другом и, наконец, фразой. Вы хотите до конца своих дней продавать послащённую водичку? Или всё-таки решитесь попробовать изменить мир? Джобс смог убедить его. По словам Скалли, ему показалось, будто бы его ударили под дых. Но, по иронии судьбы, через два года, так любимый Джобсом Скалли уволил его. Он несколько раз, конечно, уже просил об отсрочке, но в конце концов не удержался. Задумал в отсутствии Скалли устроить переворот в Совете Директоров и захватить власть. Даже самые верные сторонники Джобса сочли этот план безумием и пытались его отговорить. Скалли по итогу обо всём узнал и, по решении Совета Директоров, уволил Джобса с его должности. В тот же год, как Джобс ушёл, он основал Next Inc. В своём выступлении перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году Джобс сказал, что увольнение из Apple было лучшим, что могло с ним случиться в тот момент. Время успешного человека сменилось легкомыслием начинающего, менее уверенного в чём-либо. Я освободился и вошёл в один из самых креативных периодов в моей жизни. Я уверен, что ничего из этого не получилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Цитирует Стив Джобс. Дальше уже история Apple продолжается без Стивена. После не сверхудачного Macintosh, детали о котором я вынужден опустить, ведь хронометраж будет бешеным, компания начала производство своих лазерных принтеров. А к концу 1980-х годов выручка Apple превысила 4 миллиарда долларов. А штат сотрудников составлял 14 600 человек. А потом 90-е. Это Лох Классик. А это Macintosh Классик, который был выпущен в начале 1990-х. А в 1991 году компания представила свой первый ноутбук серии PowerBook, который быстро завоевал 20% долю рынка. Их успех позволил увеличить долю компаний на рынке персональных компьютеров США к 1992 году до 19%. Это сейчас этот ноутбук-коробочка выглядит как машина времени. А тогда это было прям новшество. Уж что-что, а экспериментировать Apple любили. Вот, например, камера QuickTake, которая выпускалась с 1994 по 1996 год. Конечно, среди пользователей она не прижилась, но попытка не пытка, всякое может получиться. Но вот что у них отлично получилось, так это про***ться. Значит, дело было так. В 30-м царстве, в 30-м государстве жил-был Джон Скалли, который, как мы узнали, уволил Джобса. Маленький мальчик Джобс пошел набираться мужества, опыта. Возможно, пару драконов еще убить захотел и оставал компанию Next в 1985 году. Имея опыт в создании крупной компании в технологической отрасли, Стивен, как ни удивительно, решил продолжить в том же направлении. И в 1988 году представил новый супер-пупер компьютер Next, который продавался аж за целых 6,5 тысяч долларов. Потом второе поколение компьютеров, которые на голову были выше того же Apple. Также компания Next выпустила операционную систему, которой даже ЦРУ пользовалась. И в принципе, опять успех. И вот Джобс и его компания опять на вершинах. А в то время, в 30-м царстве, то есть в Apple, все плохо. В 1993 году Скалли был отправлен в отставку. Однако найти ему достойную замену оказалось непросто. Взяли Майка Шпиндлера, который на тот момент уже как 13 лет работал в Apple. Но с обязанностями он не справился и допустил ряд серьезных ошибок. Например, лицензировал технологии компании. Переоценил спрос на ноутбуки и недооценил покупателей компьютеру Power Macintosh. В результате, компания в 1995 году осталась с невыполненными заказами на 1 миллиард долларов. Шпиндлера в 1996 году сменил Джилл Амелио. Он начал сокращение на треть персонала. Однако убытки продолжали расти. И в 1997 году в сумме составили 1 миллиард 860 миллионов долларов. Курс акций упал с 70 долларов в 1991 году до 14 долларов в 1996 году. Доля на рынке компьютеров сократилась до 4%. В это время Джобс ликовал, но уже будучи героем, который убил десятки драконов, настало время возвращаться в царство. Началось все с покупки компании. В декабре 1996 года Apple выкупила за 377 миллионов долларов компанию Next. 20 декабря Джобс вернулся в компанию, которую он основал. И был представлен коллективу Apple как советник председателя. Уходил Джобс агрессивным, вспыльчивым и в каких-то моментах даже неадекватным человеком. А вернулся уже добрым и спокойным семьянином. В компании сразу же стало ощущаться движение. Производство было сокращено, последовала череда кадровых замен и перестановок. Стало ясно, что Джобс пытается вернуть Apple себе. Также среди его первых действий были прекращение лицензированных соглашений, сокращение ассортимента продукции и закрытие нескольких заводов. После переворота внутри компании и рекламных реформ встал вопрос о каких-то инновациях, о чем-то новом. Ведь не все же время продавать один Macintosh. В то время Джобс очень сильно сблизился с Джонни Айвой. Джобс признавался, что нашел в Айве прям родственную душу. И в дальнейшем их союз стал одним из ключевых в истории промышленного дизайна. Забегая на будущее, скажу, что именно благодаря Айве мы знаем iPhone, iPad, iPod, MacBook Pro такими, какими мы знаем их сейчас. Но к этому мы еще доберемся. Первым достижением Альянса Джобса и Айва стал iMac G3. Первоначально выпущенный как iMac был серией персональных компьютеров Macintosh. И стоит сказать, что выстрелил он на ура. Может не так сильно, как Apple II, но он точно остался в памяти многих из-за своего футуристического дизайна. По словам Джобса, он словно прибыл с прекрасной планеты, населенной выдающимися художниками. iMac первого поколения был похож одновременно и на космический аппарат, и на каплю воды. Меня, кстати, очень сильно рассмешило то, что про этот компьютер сказали инженеры Apple, и как им по итогу ответил Стив Джобс. Когда мы продемонстрировали проект инженером, они тут же перевели 38 причин, по которым его нельзя было реализовать. А я говорю, нет, он должен быть реализован. Почему это? Потому что я... Я тут папочка! iMac стал самым быстро продаваемым компьютером в истории Apple. Около трети продаж пришлось на тех, кто никогда раньше не покупал компьютер. Но, конечно же, помимо этого, секретом успеха Apple можно назвать масштабирование. Знаете, Apple своего рода как тараканы, залезли везде, где только можно. А своего рода мы и есть рабы этих тараканов, так как мы их кормим. Например, Apple Store. Стиву Джобсу очень не нравились условия, в которых продаются товары Apple. Во-первых, компьютерная техника продавалась в основном в крупных торговых центрах. В них часто даже не было фирменных отделов техники Apple. И конкурирующие марки могли располагаться на одной полке с Apple. Консультанты были заинтересованы в продаже любого товара. И слабо разбирались в его возможностях. Не говоря уже о философии продукта, которая для Джобса всегда стояла на первом месте. Джобсу было важно установить коннект с покупателями. И ему это удалось. Уже через три года после открытия магазины, Apple посещала в среднем 5400 человек в неделю. И в ближайшие 10-15 лет было открыто более 350 фирменных магазинов. В 2001-м на пике технологического прогресса, Apple выкатили медиаплеер iTunes, а также все подходящие условия для него. Вместе с iMac поставлялся видеоредактор iMovie, а сам компьютер был оснащен скоростным последовательным портом FireWire для передачи видео. iTunes поддерживается как на Windows, так и на MacOS. А музыку люди любили всегда. Еще в конце 90-х годов появились первые MP3-плееры. Но их главный минус был в том, что они были не обыденностью, а скорее роскошью. Они даже и сейчас дохуя стоят. Также они в себя вмещали от силы пару десятков песен нормального качества. Что, как вы понимаете, не канон. И тут пришла идея сделать более качественный аналог. Само собой, со своими фишками, а самое главное, качественный MP3-плеер. Джонни Айва, будучи супер-пупер-дизайнером, сразу же предложил клепать их в белом цвете, и к ним же наушники в форме капли. Да, это капли, если что. Хоть Джобс и ненавидел белый цвет, но доверие к Айве было выше, нежели ненависть. Первое поколение iPod было выпущено 23 октября 2001 года. Джобс свернул рекламную компанию iMac, верно рассчитав, что продажи iPod подстегнут спрос и на компьютеры. Рекламная компания была построена не на функциональных преимуществах плеера. Они для этого были слишком очевидны. iPod позиционировал себя как культовый аксессуар и действительно обрел этот статус. Более 100 тысяч плееров были проданы до конца 2001 года, а за 10 лет было реализовано более 300 миллионов устройств. В 2003 году вышел iTunes Store и вот здесь уже можно было разглядеть вот эту вот оху... жадную жилку Apple. И с этого момента Apple везде начали пихать свой донат, но это еще фигня по сравнению с тем, что будет дальше. Успех Apple уже получился космический. Они привнесли много нового. Казалось бы, что еще? Январь 2007 года. На свет появляется iPhone. Да мне кажется, и говорить не стоит, что нового он в себя вобрал. Какие новые фичи на те времена в нем были? За все это видео, я думаю, вы уже улавливаете логику мышления Джобса и Apple в целом, а также какие новшества показала миру компания. Скажу лишь, что для iPhone Apple выкупила целую компанию, которая разрабатывала и производила мультисенсорные панели управления. Тяжкая работа, чуть ли без выходных, длилась на протяжении 9 месяцев. Дизайн телефона несколько раз переделывали. Согласно опросам, 6 из 10 американцев знали о его выпуске. Журнал Time объявил его изобретением года. За 5 лет было продано более 250 миллионов телефонов серии iPhone, что принесло Apple около 150 миллиардов долларов дохода. Боже, это был феноменальный успех. Примерно так же, как и сейчас с искусственным интеллектом, тогда также прогремел iPhone. Да что уж там говорить. И по сей день каждый год выходит новая версия iPhone. Уже у многих людей он есть, и еще также многие о нем мечтают. Но об этом чуть-чуть потом. После такого успеха останавливаться было нельзя. Все мы знаем о вечном желании Джобса сделать больше и лучше. Хоть в последующие годы Стив Джобс много болел, но все же принял участие в разработке интернет-планшета iPad. 27 января 2010 года Джобс провел презентацию iPad. Ни одно из предыдущих выступлений не было столь ожидаемым. Пресса сравнивала Джобса с Христом и Моисеем, принесший людям скрижа Лизавета. Однако многим презентация не зашла. Джобс представил iPad как недостающее звено между телефоном и компьютером. Тогда уже Билл Гейтс пытался сделать популярным нетбук. Но так как мне сейчас приходится объяснять, что это, понятно, что у него не получилось. Нетбук – это суб-нетбук с относительно невысокой производительностью, предназначенный в основном для выхода в интернет. После не очень удачной презентации, Билл Гейтс не упустил шанса сказать, что iPad – это все хуйня полная и намного лучше нетбуки со стилусом. А iPad – это хорошая читалка и не более. Ответы на накопившиеся вопросы дал сам iPad, продажи которого начались 3 апреля 2010 года. Менее чем за год к марту 2011 было продано 15 миллионов устройств. По некоторым данным, это был самый успешный запуск потребительского продукта в истории. На iPad работало большинство приложений для Apple. Последовал бум создания множества приложений для iPad – сторонними и частными разработчиками. К iPad даже прикладывалась бесплатная программа для чтения электронных книг iBooks. Успех был настолько шикарным, что 2 марта 2011 года прошла презентация iPad 2. Все также было четенько. Джобс объявил 2011 год год iPad и ушел в отставку. Последнюю презентацию своей жизни Стив Джобс провел 6 июня 2011 года, представляя сервис iCloud и iOS 5. 24 августа Джобс подал заявку с увольнения с iO-директора компании. Через несколько часов после того, как стало известно, что Стив Джобс ушел из Apple, акции компании упали на 5% после закрытия торгов. Это относительно небольшое снижение, учитывая важность должности Джобса в Apple. Стив Джобс умер примерно в 3 часа дня 5 октября 2011 года в своем доме в Калифорнии из-за осложнений, приведших к остановке дыхания. Он также довольно долго боролся с раком поджелудочной и другими болячками, но в год iPad его не стало. Но после его смерти компания не пошла под откос, а даже наоборот. В августе 2012 года она стала самой дорогой компанией в истории, побив установленный в декабре 1999 года рекорд Microsoft. А 21 сентября 2012 акции Apple в ходе торгов достигли своего максимума 705 долларов. Капитализация составляла 662 миллиарда. Сегодня... А что сегодня? Сегодня Apple это компания, которая первая достигла общей капитализации в 1 триллион долларов. На данный момент их капитализация 2,8 триллионов долларов, а когда-то было более 3 триллионов. Сейчас устроиться работать в Apple тяжелее, нежели поступить в Гарвард. И по сей день компания Apple сводит людей с ума своей качественностью... Да, блять. И по сей день компания Apple сводит людей с ума своей качественно... И по сей день продукция компании Apple сводит людей свои... Сводит? Куда? Пиздец. И по сей день... Ты просто потихонечку начинаешь... Да, да, да. И по сей день... И по сей день... Тьфу, блять, все, успокойся. Давай, до выдох там, все. Ай, блять. И по сей день продукция компании Apple сводит с ума людей по всему миру своим качеством и своей узнавательностью. Узнавательностью? Да, сука, все. Я собрал все. Мы собрались, давай. И по сей день продукция компании Apple сводит с ума людей по всему миру своим качеством и своей узнаваемостью. Так, хотя, что я вам рассказываю, я думаю, вы и сами все знаете. Поддержите этот канал, оформив спонсорство на YouTube. А если я уж очень до хрена хочу, то хотя бы напишите в комментариях, какой телефон у вас. Если вам понравилось это видео, то подпишитесь и... Субтитры сделал DimaTorzok